Каким, по вашему мнению, был 2012 год и каким будет 2013 год? Вы ждете от того будущего необычного? Вы знаете, делать прогнозы не всегда правильно, хотя в любом случае, не прогнозируя, ничего не удается делать. Вы должны сказать, что всегда ждешь хорошего. И вот первые как бы результаты уже есть, опубликованы сегодня результаты мегагрантов, так называемые. Далее опубликовали по привлечению выдающихся ученых. Второй этап пошел. Мы тоже готовим 4-5 предложений. Посмотрим. Вот мы их готовили по 218-4. Мы изначально знаем, у нас один грант очень слабенький был, там же еще зависит не только от тебя, зависит еще от твоего компаньона, промышленной компании, насколько он мощный. Да, там, хилым компаниям. Если ты в партнерстве с хилыми идешь, то практически не дают, то есть равен. Поэтому, я думаю, у нас доформируется структура универска, тогда мы проведем оптимизационные мероприятия. Хотелось бы, конечно, вплотную начать работать с автомобильным сегментом нашей республики, прежде всего с КАМАЗом. Но раз нам уже ИНЭКу присоединили, мы же должны в основном на том сегменте работать и на той территории. Это КАМАЗ, это СОРРС, Форд СОРРС сегодня, это предприятия особой зоны, там у нас есть энергетический факультет с энергетиками. Мы как раз пополняем присоединение МИНТЭКи в инженерную составляющую. Говоря о 2012 году, я должен сказать, что он был очень успешен. Мы провели достаточно много инфраструктурных дел. Вы видите, мы даже все фасады ремонтировали, чего никогда не делали. Мы два института полностью как бы замок подняли, кроме конструктивных, это физики, химики. И проект заканчиваем на этот год по институту химии, по новому корпусу. Это выигранные гранты. И в принципе, я думаю, мы по всем грантам, они все федеральные. То есть вот и некоторые исполнения казначейства, мы практически по всем не читались. Осталось там миллион восемьсот, по-моему, по 219 инфраструктурному проекту инновационных полюсов. МИПЭТИ. Мы еще время есть, 3 дня, сумеетность довести. И мы, в принципе, научились работать вот в этих условиях, когда одновременно и формируется новый университет. Пришло понимание, каким он должен быть. Пришло понимание приоритетных направлений развития. И пришло понимание, что все должны работать на эти приоритеты. Начиная от гуманитария, если мы говорим об экономистах, то они должны ответить на вопрос, а какие лекарства будут через 10 лет востребованы? Какие катализаторы? Что вообще будет с нефтехимическим комплексом нашей республики через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет? Что будет востребовано? И правильно ли те направления, которые мы сегодня развиваем, они будут ли востребованы? И специалистов же не готовишь в течение года, да, их же в течение, ну, как минимум, 4-5 лет надо готовить. И поэтому мы сегодня договорились о создании с одним из институтов Академии наук прогнозного центра научных исследований. То есть в Институте территориального развития у нас будет свой прогнозный центр, который будет заниматься прогнозами востребованных исследований в ближайшей перспективе, ну, в горизонте, допустим, там, параметры прогноза 5-10 лет. По 2012 году я искренне хочу сказать, я очень удовлетворен, что первое, нам удалось начать формирование корпоративной культуры, я думаю, этот процесс не одного дня, и он продолжится. Значит, определить приоритеты не просто, как таковые, написать их на бумаге, но и сконцентрировать на этом ресурсы, как денежные, так и, самое главное, нашего университетского сообщества. И суметь объяснить, что именно так и должно развиваться университет. Ну, и большое желание, конечно, на следующий год немножко подтянуться во всех этих международных рейтингах. Хотя, должен сказать, что как учредитель, государство перед нами должно определить нашу миссию. Понимаете? Я могу сказать, что если бы мы не занимались некоторыми вещами, ну, в частности, не видели бы подготовку преподавателей, школьников, оставили бы 5-6 институтов наших, мы бы бегом попали, в двухсотку точно. Но тогда нужно ответить на вопрос, а учителей музыки кто должен готовить? Да? Ну, должны мы готовить? Если мы не должны, надо сказать, вот нам учредитель должен сказать, ребята, вы должны попасть в двухсотку, вот, пожалуйста, учителей музыки не готовьте. Учителей физкультуры не готовьте, да? Журналистов не готовьте, потому что, ну, там в фундаментальных исследованиях живет, да? Есть у нас, потому что все эти рейтинги направлены на оценку деятельности были частных вузов. Они должны были позиционироваться друг с другом и определить, какой частный вуз на Западе, какой. Надо сказать, а национальные компоненты надо заниматься или нет? А если мы заниматься не будем, то кто будет ей заниматься? Если нам два пединститута соединили, по сути, то кто должен педагогу готовить? Понимаете? То есть вот все эти вещи, поэтому нужно определить миссии. Вот в чем главная, как бы, вещь. Иногда определенные миссии и рейтинги не всегда согласуются. Потом, кого мы должны готовить? Мы должны готовить инженеров, которые будут, ну, я условно говорю, не на очень высокотехнологических производствах работать. Да? Если эти производства по уровню подготовки ниже нас, то что мы должны, специалистов, ниже квалификации готовить? Вот у нас всегда скоро. Мне говорят, вот классические университеты, если вы учителей будете готовить, никто в школу не пойдет. Если человек знает несколько языков, знает прекрасно физику, да, он может не пойти к учителям физики. Значит, надо смотивировать, значит, школу надо подтянуть. Значит, надо создать условия в школе, чтобы он туда пошел. Но мы же не можем готовить, если у него ЕГЭ по остаточному признаку, он педаинститут всю жизнь поступал, так же было раньше, да? Он поступал, никуда поступить не мог, шел педаинститут, далее заканчивал его, он никуда его на работу не брали, он шел в школу. И потом мы говорим, что эти дети должны быть очень топовыми у нас. Вот же что происходило. Поэтому сегодня, слава богу, ситуация поменялась. В республике огромные ресурсы вкладывают в школу, огромные ресурсы, да, вкладывают в школу. Но, значит, этими ресурсами должны оперировать преподаватели другого уровня. Я не беру сегодня, как бы, преподавателей, которые по жизни, вот, старшее поколение. Все-таки в советское время чуть другая подготовка, все-таки была, и отношение другое было. Там, особенно в районных центрах, учителя всегда получали больше, чем получали на производстве. У них были особые условия. И даже работая главой администрации, вот, в районе всегда шла доплата. Ну, случилось то, что случилось. Мы 20 лет, ну, что-то потеряли, что-то приобрели. Приобрели большую ценность говорить все, что хотим. Да. И, как бы, уверены, что за это, главное, ничего не будет. Если кто-то на что-то посягает, сразу говорит, вот, циволочь посягает на суверенное мое право высказываться. Или, там, писать. Ну, поэтому, вот, может быть, я более шире стал, распространяю, но, знаете, мы создали вот этот политический клуб. Приходите, очень интересные дискуссии. И отвечаю вот на вопрос комсомарской правды тоже, там, влияние средств массовой информации, электронных вариантов, на умы и блогеры, как влияют. Мы, скорее всего, может быть, у себя еще школу блогеров открыли, потому что, ну... Мы же знаем, кто там пишет, понимаете, вот, кажется, что там, ну, одни и те же IP-адреса, ну, сколько можно раскручивать? Некоторые еще, чтобы раскрутить свои, там, средства, так, еще пишут. Ну, все технологии отработаны, ничего нового нет. Сергей Борисович Бурелев, отвечая на этот вопрос, ответил, ну, он сказал, нет же правы, говорит, главный редактор выполнит у нас, да? Фронин. Я тоже сказал, ну, никаких проблем, я там, говорит, написал, кто сколько тараканов съел, там, вы знаете, говорит, столько открытых было, да? Поэтому, что ж, единственное, что хочу сказать, почаще приходите, мы вам готовы отдельно, вот, если есть интересы, да, пресс-тур сделать. Это, это моя ошибка, наверное, вот, у меня все коллеги говорят, ты вообще не работаешь со средствами, если ты всегда какой-нибудь сам себе, там. Ну, я же иногда и бизнесом, начинал с бизнеса, поэтому у меня не всегда будет. Коллеги, я так полагаю, что вы все сегодня настроены, во-первых, на деловой, да, ларк были, да, всего два вопроса, так как предновогодний был по полу конкурса «Колос», и одно, один совершенно, вот, просто, спасибо коллеге, такой венчающий встречу вопрос, ваши пожелания на Новый год. Ну, в качестве пожелания хочу сказать, как мотники, да, давайте жить дружно, если есть у кого вопросы, не готовы отвечать. Я хочу сказать вам спасибо еще раз и поблагодарить вас за тот интерес, который практически все средства массовой информации испытывают к нашему университету. Пожелать вам удачи по жизни, чтобы у вас было побольше различных тоже конкурсов, где бы вы выигрывали, и почаще в следующем году посещали наш университет, а сейчас я прошу хоть новогодний, чтобы мы по бокалу шампанского, если можно. Да, да, Дедушка Мороз и тут есть.